Здарова парни! Давайте дальше давать контент и вот это вот все. Сегодня задача поставить компрессоры, докрепить все емкостное оборудование и возможно даже начать собирать всю вот эту вот медяху. А у Юрия другая задача. Зайди в кадр Юрий. А какая у тебя задача? У тебя задача собирать электричество и осуществлять общее инженерное руководство. Руководство да, а электричество нет, не по мне. Правильно. Я его боюсь, а током бьется. Вот. А у Юрия. 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 А ну большая часть кастухи закреплена компрессоры накидуты теперь самое интересное надо брать вот такие вот медные трубы разного диаметра естественно резать их в размер и все это хозяйство паять самая любимая часть работы и и и и и и и и Продолжение следует... Вот, обратите внимание, кстати, на качество изготовления маслоотделителя. То есть здесь патрубок стоит, патрубок туда, в него вварен таким образом, что вот эта вот труба совершенно не вертикальна. Поэтому, чтобы хоть как-то это собралось, у нас получается и в плане. Рама будет не параллельна, ну точнее, эта труба будет не параллельна раме. Не очень, конечно, хорошо, но с другой стороны, это только на красоту влияет. А на вот этой вот машине, здесь, соответственно, видите, там маслоотделитель был сделан нормально. Соответственно, и в плане. Оно у нас пошло вот так вот ровненько, в одной плоскости. Ну что ж, ладно. Я пока не крепил вот этот вот ресивер, потому что мне нужно сейчас сюда поставить кран системы ротолог. Фильтр я, соответственно, уже закрепил. И придумать, как здесь это все будет сходиться друг с другом. Ротолог – это вот такая вот фиговина. То есть, ну, в принципе, конечно, можно все сразу собирать без них, но хороший тон поставить такие вот краны везде, для того, чтобы можно было отсекать часть темкосного оборудования, так и опрессовывать проще, и в дальнейшем, если потребуется какая-то модернизация или обслуживание системы, они тоже очень сильно помогут. Почему ротолог? То есть, он прикручивается этой гайкой, и потом он может вот таким вот образом вращаться вокруг своей оси. Довольно удобная штука. По сути, там внутри, вот видите, тарелочка, которая, собственно, либо закрывает эту часть, либо закрывает эту часть. И в зависимости от того, где эта тарелка находится, внизу или вверху, она либо перекрывает вот этот вот сервисный штуцер, либо вот этот. Ну, а сюда, соответственно, под пайку приходит медная труба. Ну, а здесь гайка. Всё понятно. Но, для того, чтобы всё это дело запаять, тарелку надо сначала отвести в среднее положение. Тогда здесь можно будет паять, и одно к другому не пригорит. Снимается предохранительный колпачок. Дальше здесь есть сальник. Вот он. И, собственно, сама крутилка этого вот штука. Так, сальник отпустил. А вот эта вот штука закручена настолько намертво, что без вот такого вот здоровенного ключа сюда лучше не подходить даже. Опа! Продолжение следует... На все ямкостное оборудование, типа на ресиверы, надо прикручивать вот такие вот, соответственно, взрыв-клапаны. То есть он должен быть вот сюда прикручен на фум-ленте. Труба здесь пойдет, в принципе, вот такого диаметра. А хомут такого размера я взял, потому что она будет еще в теплоизоляции уложена. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нам прислали другой флагминник. Ну, не такой, как заказан был. Поэтому тут приходится делать вот такую вот гирлянду. Ну, что ж. Зато будет работать. В те моменты, ребят, когда обычная дрель с обычным сверлом, ну, никак, 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 на выручку приходит угловая дрель с укороченным сверлом. Сейчас будет отдельное видео, прям внутри видео. Советы монтажнику. Холодцу. Многие холодцы, столкнувшись с запихиванием прокладки для ротолока внутрь канавки для прокладки для ротолока, сталкиваются с сложностями. Потому что прокладка имеет квадратное сечение, а в диаметре она чуточку меньше, чем дырочка, куда она должна залезать. Поэтому, пока холодец запихивает одну сторону, другая уже успевает вылезти из первоначального положения. Что же делать, спросите вы? Хозяйки, на заметку. Лайфхак. Вот так вот выглядит прокладка хранилища, а вот так выглядит прокладка. Вот. Она сюда как бы так-то просто и не лезет даже. Что же делать? Скорее берем гаечный ключ, потому что он гладенький. И делаем примерно вот так. Оп. Все. Установлено. Итого. За один день, не сильно напрягаясь, компрессоры установлены. Нижняя обвязка вся собрана. Ну, пока она собрана, скажем так, просто запилена и расставлена. Пока еще ничего не припаяно. Оформлено, соответственно, нагнетание на восьмерке. Наполовину оформлено нагнетание на шестерке. Тут у меня кончились уголки. Ну, тут тоже у меня уголков не хватает. Ну, в общем, вот как-то так. Вполне неплохо для одного дня, как мне кажется. Шикарно. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok